У кого есть Писание, мы откроем послание к Ефесянам, 6 главу. Мы рассуждаем о всеоружии Божьей уже несколько воскресений. И мы еще раз прочитаем этот текст. Ефесянам, 6 глава, 10 стиха. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружии Божьи, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наше брание против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира, правителей тьмы века сего, против духов злого поднебесных. Для сего примите всеоружия Божьи, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте припаяться в чресло ваше истинною, облегшись в броню праведности и обувь ноги в готовность благовествовать мир. Паче всего возьмите щит веры, которым вас можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Словом Божьим. До сюда. Сегодня мы будем говорить о обуви, которой является готовность благовествовать мир. Нам нужно надеть, в оригинале можно перевести, и завязать, или носить эту обувь. Речь идет, скорее всего, о обуви римского воина, мы это понимаем. Если мы должны противостать демонам, то мы должны и носить обувь, и следить за тем, чтобы наши ноги были защищены. Римский солдат носил сандалии, которые были завязаны над подъемом и вокруг голени, а подошва была густо усеяна гвоздями. Это давало ему твердую опору в случае нападения. «Подос ноги» – речь идет непосредственно о ногах, о ногах наших, а будь нужна обувь на ноги наши. То есть речь идет о передвижении. «Идите, идите в обуви воина, не идите в сражение без этой обуви». Поэтому это соответствует посланничеству, которое Иисус оставил в церкви. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». «Готовность» – это и «Массия» – так и переводится готовность. Это передает священное нетерпение, желание страстное объявить миру благую весть. И не просто благую весть, а весть о мире. Вы помните пример войны, когда Давид воевал с Авесоломом, и там речь идет о сыне Садока Ахимаасе. И он сказал Иаву, «Побегу я извещу царя, что Господь судом своими избал его от рук врагов его». Вы помните, Иав ему сказал, «Не надо тебе бежать, я уже посылаю другого человека». А он сказал, «Я все равно хочу побежать». Никакие уговоры Иава не могли его остановить. Об этом нетерпение сообщить, что война окончена, мир наступил, идет речь. Апостол Павел сказал к римлянам в первой главе, «Я должен еленам, я должен варварам, мудрецам, невеждам. И так, что до меня я готов благовествовать. Я обул ноги в готовность возвещать благую весть». Благая весть Евангелия, так и переводится, то, что Бог во Христе примирил с Собою мир. И это благая весть мира, эйрейнес, мир, покой, гармония. Павел говорит о готовности объявить благую весть о мире и сравнивать ее с обею, которую должен носить каждый христианин. Он использует здесь явно образ Ветхого Завета. И в Исаев 52 главе мы читаем 7 стихом, «Как прекрасны на горах ноги благовестника, Возвещающего мир, Благовествующего радость, Проповедующего спасение, Говорящего Сиону воцарился Бог твой». Когда я читаю Ветхий Завет, я думаю про себя, я бы не хотел жить в это время. Ежегодно цари выходили на войну. Плен, смерть, голод, жажда, постоянная война. Люди истомились по миру, Люди хотят мира. Как прекрасны ноги человека, Как ждут этого посланника, Когда он приходит и говорит, Мир. Настал мир. Посмотрите, дорогие мои, что было после Второй мировой войны. Посмотрите эти снимки или видео онлайн. И вы увидите, как люди радовались и ликовали, Когда весть о мире дошла до них. Они друг друга целовали, не зная никогда друг друга. Они обнимали друг друга. Они ждали этой вести мира, Вести победы. Война закончилась. И об этом говорит нам апостол Павел Кремленам в 10 главе. Он говорит, что мы посланники, Всякий, кто призвёт имя Господне, спасётся. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? И теперь мы видим, что апостол Павел здесь, Кефесянам, объясняет нам это посланничество, Эту готовность каждого, Обуться в эту готовность, Благовествовать этот мир, Который Христос завоевал на кресте. Как написано, пишет он дальше, Как прекрасны ноги благовествующих мир, Благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, Кто поверил в слышанном от нас? Но это уже не наша задача, Не наше дело. Наше дело провозглашать мир, А кто послушает, Это их выбор. Итак, вера от слышания заканчивает, Оно слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, Разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, И до предела вселенной слова их. Этих посланников Голос прошел по всей вселенной. Кто рассказал миру, Людям, не знающим Бога, О том, что Бог с нами примирился, И война в Иисусе Христе закончилась. Есть такие. Есть такие люди, Которые этому посвящают свою жизнь. Итак, слово готовность, Хетой Массия, Использовалось в классическом греческом смысле Прочного основания. Христианин должен следить за тем, Чтобы его ноги были оснащены сандалями, Которые обеспечат ему прочную опору. То есть, благовестие мира Является твердым основанием для наших ног. Без того, чтобы возвещать благую весть, Ты поскользнешься, Поранишься, И не сможешь в битве с силами тьмы Быть успешным. Дорогие мои, Почему Евангелие и благовестие мира является оружием? Апостол Павел это объясняет в другом месте, Римлянам 1,16. Я не стяжусь благовествования Христова, Потому что оно есть сила Божия Ко спасению всякому верующему. Проповедуя Евангелие, Каждый раб греха, Пленник сатаны, Может освободиться. Это одно из самых надежных, Сильных оружий Против сил тьмы. В другом месте он говорит, Коринфянам 1,18. Ибо слово о кресте Для погибающих юродство есть, А для нас спасаемых Сила Божия. Поэтому обудь ноги В готовность, Страстное желание Проповедовать И благовествовать мир Повеление Для всех. Дорогие мои, Мы очень часто вспоминаем День нашего покаяния, Когда мы поистине Горели любовью к Богу И людям. Вспомните, Как вы желали поделиться Евангелием с другими людьми. Куда все это делось? Почему это все ушло? И причина Вполне возможно только одна. Ты оставил первую любовь твою. Ты больше Господа не любишь, Если у тебя нет никакого желания Благовествовать О мире, который Иисус завоевал на Голгофе. Люди прикрываются Всякими святыми лозунгами, Чтобы не распространять Евангелие мира. Я не имею этого дара. Это мы настолько часто слышим. Дорогие мои, Чтобы быть свидетелем, Дара не нужно иметь. Это не дар Духа Святого. Это повеление и заповедь Иисуса Христа. Не надо одно путать с другим. Если мы хотим быть учениками Иисуса, У нас просто нет другого выбора, Как благовествовать О мире Бога с человеком. У меня нет этого призвания. Дорогие мои, Это неправда. Это ложь. Если ты хочешь быть учеником Христа, То заповедь, Идите и проповедуйте Евангелие всей твари, Относится и к тебе. Я уже занимаюсь служением в церкви, Поэтому пусть другой благовествует. Это страшное лицемерие. И извинение своего непослушания Заповеди Божьей. Мы всегда находим причины, Чтобы не провозглашать благую весть. Как на меня посмотрят люди? Мне неудобно. Это очень часто было, Может быть, не здесь, Но в той стране, Где мы раньше жили. Да и здесь мы видим, Что люди стыдятся этого. Поэтому Христос Предупреждал и говорил, Кто постыдится меня И слов моих Вроде этом Прелюбодейном И грешном. Того постыдится и Сын Человеческий, Когда придет в славе Отца своего Со святыми ангелами. Он не узнает нас. Когда Он вернется на землю, Он узнает только тех людей, Которые не стыдились Провозглашать Евангелие мира. Очень часто мы слышим, Нам нужно со своими проблемами Разобраться, А потом проповедовать. То есть, Нам предлагают Разуться, Снять обувь, В то время, Когда мы на поле боя. Какое безумие! Какая близорукость! И какое это невежество! Наши личные, Семейные, Церковные проблемы Решатся только, Если мы все наденем Обувь готовности Благовествовать мир. Иначе невозможно Ни одной проблемы решить. Сидеть в прикрытии, Стрелять в спину своим По вере, Который благовествует Евангелие мира. И находятся на передовой Смертной схватке. Это страшное зло. Пока мы не наденем Обувь готовности Провозглашать Евангелие, Мы будем Уничтожать Друг друга. Как только мы все Вылезем Из своих укрытий, Избавимся От нашей постыдной Трусости И перестанем Прикрывать Своё злое сердце Внешним видом святости, Мы наконец-то Увидим Общего врага. Наш враг, Не плоти, Кровь. Наша брань Не друг с другом. У нас есть Общий враг. Это демоны. Это сатана. Это силы зла. Это духи, Которые царствуют В воздухе. Когда у нас Нет обуви на ногах, И мы не на поле боя, Тогда Происходят проблемы. Когда мы Когда мы Оделись В обувь В готовности Проповедовать Евангелие И идем в бой, Мы больше Не враждуем. У нас есть Враг, С кем враждовать. Поэтому Единственное, Что может Нас Из любого Кризиса Вывести Это готовность Благовествовать Мир. Другие Другие Ставят Богословие Пока ты Не сделаешь Это, Не исцелишь Меня, Не благословишь, Не устроишь, Не ответишь На мою молитву, Я ничего Делать не буду. Так ты До смерти Молиться будешь И умрешь, Как моя тетя Умерла, Которая Перед смертью Сказала Бог Мне простил, Но я Ничего Для него Не сделала. Я жила Для себя И так Жалею Об этом. Будешь Смотреть В глаза Любви Божьей И плакать, Что прожил Жизнь Для себя Эгоцентричную Для своего Удовольствия. Другие Говорят, Если человек Другие Говорят, Меня распространение Евангелия Мира Не интересует. У меня Есть только Два ответа На это. Либо Человек Никогда Не знал Духа Святого Либо Он В таком Противлении Живет Духу Святому Что Дух Святой Перестал Касаться Его Духа. Если проповедь Евангелия Нас больше Не интересует Мы бунтуем Мы бунтуем Против Самого Творца Другого У меня Ответа Нет. Потому что Дух Святой Послан На землю Чтобы Всем людям Открыть Глаза На их Грех На жертву Иисуса Христа. Если Меня Это Служение Духа Святого Не Интересует То Я уже Очень Далеко Ушел От Творца И мне Вполне Возможно Нужно Вернуться К Нему И покаяться. Какова Мотивация Для благовестия? Римлянам 5.8 Написано Бог Свою Любовь К нам Доказывает Тем Что Христос Умер за нас Когда мы Были еще Грешниками. Он Первый Благовестник И он Первый Миссионер. Дорогие мои Он Пошел Потому Что Любил. И Единственная Мотивация Это Есть Любовь К нашему Богу. Благодарность Что мы Спасены. Что мы Услышали Евангелие Мира. И Теперь Мы Готовы Идти Говорить Ближнему Об этом. Иисус Сказал Законнику Который Спрашивал Его Какая Наибольшая Заповедь В законе. Он Сказал Ему Правильно Ты Отвечал Поступай Так И будешь Жить Люби Ближнего Иди Скажи Ему Эту Благую Весть О мире Что Бог С ним Готов Примириться И ты Будешь Жить Вечно В чем В чем Суть Содержания Этой Благой Вести Апостол Павел Очень Конкретно И Очень Просто Объясняет Нам Это Говоря Напоминаю Вам Братья Евангелие Которое я Благовествовал Вам Которое вы И приняли В котором И утвердились В котором И спасаетесь Если Преподанное Удерживаете Так Как Я Благовествовал Вам Если Только Нечетно Уверовали Уверовали Ибо Я Первоначально Преподал Вам Что И Сам Принял То есть И вот И на Евангелии Дорогие Мои Нужно Ли Колледж Заканчивать Чтобы Сказать Это Другим Людям Нужно Ли Куда То Идти Учиться Нет Любой Человек Может Сказать Об Это Вот И на Евангелии Христос Умер За Грехи Наши Был Погребен И воскрес На третий День По Писанию Для оправдания Нашего Все В этом Суть Евангелия Что за Грехи Твои Заплачено Ты Можешь Пойти На небо Ты можешь Примириться С Богом Не надо Много Даже Наизусть Учить Нужно Просто Принять Это Сердцем И И И И Рассказать Это Другим Людям Дорогие Мои Почему Это Евангелие Мира По той Простой Причине Что Мы С вами Были Врагами Богу После Павла Пишет В другом месте Римлянам В 5 Главе 10 Сихом Что Если Будучи Врагами Мы Примирились Богом Смертью Сына Его То Тем Более Примирившись Спасемся Жизнь Его Он Доказывает Свою Любовь К нам Что Он Умер За Нас Когда Мы Были Грешниками Врагами Ему Шла Война Человека С Богом Колоссянам Подобное Место В 1 Главе Написано Что Посредством Его Он Хочет Примирить С Собою Все Умиротворив Через Него Кровью Креста Его И земное И небесное И вас Бывших Некогда Отчужденными Врагами По расположению К злым делам Ныне Примирил В теле Плоти Его Смертью Его Представить Вас Чтобы представить Вас Срочными И неповинными Пред Собою Вы были Отчуждены Вы были Врагами По расположению К злым делам Теперь Бог Дает вам Слово Мира Весь О мире Лейтмотивом Проходит через Послание к Ефесянам И все Другие Книги Нового Завета Смотрите, что Апостол Павел Здесь же пишет Во второй главе К Ефесянам Вы были В то время Без Христа Отчуждены От общества Израильского Чужды Заветов Обетования Не имели Надежды И были Безбожники В мире А теперь Во Христе Иисусе Вы Бывшие Некогда Далеко Стали Близки Кровью Христовой Ибо Он Есть Мир Наш Соединивший Из обоих Одно И разрушивший Стоявшую Посреди Преграду Благовествовал Мир Вам Дальним И близким Потому что Через Него И те И другие Имеют Доступ К Отцу Дорогие мои Теперь мы Не чужие Говорит нам Писание И не пришельцы Но сограждане Святым И свои Богу Если нас Призывает Писание Стоять Или Устоять Противостоять Нам Нужна Обувь Евангелия Мира Поскольку У нас Есть мир С Богом Который Исходит Из Евангелия Нам Не нужно Бояться Нападений Сатаны Он Побежденный Враг Нам не нужно Бояться Людей Мы должны Быть в мире С Богом И друг с другом Если хотим Победить Дьявола И быть Успешными Самый Победоносный Христианин Это Христианин Который Обулся В готовность Благовествовать Мир Которого Нельзя Нельзя Удержать Который Просит Говорит Помогите Я хочу Рассказать Другим Дайте Мне Точно Только Возможность Сатана Объявил Теперь Нам Войну А мы Послы Мира Мы берем Евангелие Мира Куда Бы Мы Не шли Смотрите Что говорит Апостол Павел Что Бог Во Христе Примирил Собою Мир Не вменяя Людям Преступлений Их И дал Нам Людям Слово Примирения Итак Мы Посланники Мы Послы От имени Христова И как Сам Бог Увещевает Через Нас От имени Христова Просим Примиритесь с Богом Бог Ищет Таких Посланников Которые Готовы Идти На Духовную Войну Через Проповедь Евангелия Мы Заходим В тыл Врага И Освобождаем Пленных Отпуская Их На Свободу Если вы Не читали Этой Книги Посоветую Вам Ее Прочитать Эта Книга О Второй Мировой Войне И Непосредственно Об одном Моменте Второй Мировой Войны Написал Ее Хемптон Сайтс Называется Ghost Soldiers В 42 Году Эдвард Кинг Генерал-майор Эдвард Кинг Он Капитулировал Перед Японской Армией И Более 70 Тысяч Солдат Пошли В плен На Филиппинах Страшное Обращение С военнопленными Многие Умирали От болезней От Недоедания От Того Что Их Японские Солдаты Убивали И вот Перед тем Как Снова Высадиться На Филиппины Был Вместе С партизанами Филиппинскими Разработан План Чтобы Освободить Пленных В Лагере Кабана Туан Этот Лагерь На Севере От Манилы И вот В Январе 45 Года Более 120 Рейнджеров Несколько Сот Партизанов Филиппинцев Они Прошли Через Линию Фронта Окружили Лагерь Где Было Более 500 Военно Пленных Большинство Из них Военно Пленных США И они Атаковали Этот Лагерь И Освободили Всех 500 Когда Они Пришли Туда Они Сказали Им Выходите Быстрее Выходите Чтобы Японская Армия Нас Здесь Не Застала Люди Были В таком Шоке И так Не Ожидали Этого Что Многие Отказывались Верить Что Их Освобождают В Конечном Итоге Все Вот Эти 500 По-моему 13 Человек Были Освобождены Снова Они Пробрались Через Линию Фронта И Все Они Были Спасены Какое Потом Было Ликование Какая Радость У этих Пленных Которые Ждали Своей Казни Каждый День Что Их Освободили Капитан Принц Вспоминая Рейд Сказал Повсюду Люди Хотят Поблагодарить Нас Я думаю Благодарить Надо Не Нас Всю Оставшуюся Жизнь Я буду Благодарен За то Что Получил Шанс Не Только Разрушать В ходе Этой Войны Для Меня Ничто И Никогда Не Сравнится С Удовлетворением Которое Я Получил От Помощи В освобождении Наших Пленных Дорогие Мои Кто Когда Либо Приводил Человека К Иисусу И видел Покаяние Грешника Тот Может Понять Почему Ангелы На небе Даже Радуются Нет Большего Удовлетворения Нет Большего Счастья Когда Ты можешь Пленного Освободить Из Плена Но Они Знали Что Они Могут Погибнуть Некоторые Из них Погибли Когда Они Освобождали Своих Пленных Это Цена Которую Мы Платим Спасение Другого Может Стоить Нам Жизни И Я думаю Что Это Одна Из Основных Причин Почему Мы Не Идем Нам Нужно Выйти Из Зоны Комфорта Мы Не Хотим Ее Оставлять 13 января 1982 года С Вашингтона Вашингтон ДС Поднялся Боинг 737 Может Вы Видели Эту Передачу National Geographic Air Florida Race 90 Так Было Обледенение Он Не Смог Подняться И Буквально Через Километр Он Свалился На Мост Раздавил Несколько Машин И Упал В реку Шестеро Человек Сплыло Спасательная Шлюпка Не могла Из-за льда Подплыть К ним Был Вызван Вертолет Но Вертолету Дали Приказ Тоже Улететь Потому что Слишком Опасно Было Пилоты Вертолета Не послушались Этого Приказа И Стали Бросать Людям Которые Барахтались В этой Ледяной Воде Веревки Чтобы Их Вытащить Оттуда Три Раза Орландо Уильямс Получал Эту Веревку И Три Раза Он Ее Отдавал Другим Пассажирам Петер Их Спасли А Когда К нему Последнему Подплыли Он Ушел Под воду О нем Писал Роджи Розенблат В журнале Тайм От 25 Января 82 Года У Человека В воде Были Свои Природные Силы Он Не Мог Делать Ледяные Буря Или Замораживать Воду Но Он Мог Передать Жизнь Незнакомцу И Это Тоже Сила Природы Человек В воде Настроился Против Непримиримого Безличного Врага Он Боролся С ним С помощью Милосердия И Он Держал Это В противостоянии Он Был Лучшим Примером Того Что Мы Можем Сделать Отдать Помочь Спасти Ближнего Когда Пятую Женщину Спасали Люди Которые Стояли На мосту Не знали Что Она Слепая Что Она Слепла В момент Катастрофы Что У нее Были Обе Руки Переломаны И Когда Она Ухватилась За Спасательный Круг Ее Не могли Вытащить Она Снова Свалилась В воду На мосту Стоят Люди И смотрят Как вертолет Пытается Ее Спасти Она Проваливается Снова Под воду Абсолютно Обессиленная Стоял Там Один Мужчина По имени Лейни Он Снимает С себя Шубу Была Зима И Бросается В воду Подплывает К ней И Спасает Ее Его Потом Спросили Почему Он Это Сделал Смотрите Его Простой Ответ Я Знал Что Если Я Сейчас Не Прыгну В воду Она Утонет Я Ничего Не Взвешивал Не Раздумывал А Просто Сдел Это Смотрите Как Слова Эти Откликаются В Писании Я не знаю Был ли Этот Лейни Верующий Или Он Не Был Верующим Понятия Не Но Апостол Павел Говорит Я Ни На Что Не Взираю Я Не Взвешиваю Ничего Я Кидаюсь В Битву У Меня Ноги Обуты В готовность Благовествовать Я Не Дорожу Своей Жизнью Говорит Апостол Только Бы С Радостью Совершить Поприще Мое И Служение Которое Я Принял От Господа Иисуса И Что Это Служение Проповедовать Евангелие Благодати Божьей Нет Времени На Раздумья Нет Времени Все Взвешивать И Раздумывать Какие Будут Последствия Когда Человек Отдал Свою Жизнь На Алтарь Божий Он Идет И Даже Если Он Оставит Свою Жизнь Здесь И уйдет Раньше Земли Чем Другие Он Тем не Менее Совершил То Поприще И то Служение Которое Он Был Призван Здесь Интересная Книга Мы Вчера Вспоминали Этот Случай Называется Аги Вдохновляющая История Девушки Без Страны Вышла Она В 86 Году Я Эту Историю Так как Я не смогу Так Рассказать Я Несколько Отрывков Буквально Вам Из книги Прочитаю В 1921 Году Пара Миссионеров По имени Дэвида Исфия Флад Со своим Двухлетним Сыном Отправились Из Швеции В сердце Африки В то Что Тогда Называлось Бельгийским Конго Она Встретилась С другой Молодой Скандинавской Парой Эриксонами И все Четверо Искали Божьего Водительства Они Чувствовали Что Господь Повел Их Выйти Из главного Миссионерского Пункта И принести Евангелие В отдаленные Районы Страны Это был Шаг Веры В деревне Эндолера Они были Отвергнуты Вождем Который Не позволил Им войти В село Опасаясь Наказания Местных Богов Две Пары Решили Пройти Полмили Вверх По склону И построить Свои Собственные Земляные Хижины Они Молились О духовном Прорыве Но его Не было Единственным Контактом Сельскими Жителями Был Мальчик Которому Разрешили Продавать Им Курей И яйца Два Раза В неделю Све Афланд Крошечная Женщина Ростом Всего Метр Сорок Шесть Решила Что Если бы Это был Единственный Африканец С которым Она могла Поговорить Она Попыталась Б привести Его К Иисусу И она Это Сделала Тем Временем Малярия Продолжала Бить Одного Члена Маленькой Группы За Другим Вскоре Эриксены Решили Вернуться В центральный Пункт Миссии Давид И Све Афланд Остались Возле Эндолера Одни Све Забеременела Когда Пришло Время Рожать Деревенский Вождь Смягчился Настолько Что Послала Кушерку Которая Ей Помогла Родилась Маленькая Девочка Которую Они Назвали Айна Роды Были Умерла Внутри Дэвида Фланд Что-то Сломалось Он Выкопал Могилу Похранил Свою 27-летнюю Жену А затем Отвел Своих Детей Обрат На станцию Миссии Отдавая Свою Новорожденную Дочь Эриксоном Он Вскричал Я Возвращаюсь В Швецию Я Потерял Свою Жену И Очевидно Не могу Заботиться Об Этом Ребенке Бог Разрушил Мою Жизнь Направился В порт Отвергая Не только Свои Призвания Но и Самого Бога В течение Восьми Месяцев Оба Эриксона Были Поражены Загадочной Болезнью И Умерли Один За Другим Затем Девочку Передали Американским Миссионерам Которые Изменили Ее Шведское Имя На Аги И В конечном Итоге Привезли Ее В Соединенные Штаты В возрасте Трех Эта семья Любила Маленькую Девушку И боялась Что если Они попытаются Вернуться В Африку Проблемы С документами Могут Разделить Их Поэтому Они решили Остаться На родине И перейти От миссионерской Работы К пастырскому Служению Именно так Эки Выросла В Южной Дакоте В молодости Она училась В Северном Центральном Библейском Колледже Миннеаполисе Там Она познакомилась И вышла Замуж За молодого Человека По имени Дью Херст Прошли годы Она родила Сначала Дочь Потом Сына Со временем Ее муж Стал президентом Христианского Колледжа В районе Сиэтла Однажды В ее почтовом Ящике Появился Шведский Религиозный Журнал Она Понятия Не имела Кто послал Его И конечно Она не могла Прочитать Ни слова Но когда Перевернула Страницы Внезапно Фотография Бросилась Ей в глаза На фотографии Была могила С белым крестом А на кресте Были слова Свяфлад Аги пошла Прямо К преподавателю Колледжа Который Как она знала Мог перевести Статью О чем Эта статья Спросила она Преподаватель Рассказал Речь идет О миссионерах Которые Давно Приехали В Индолеру О рождении Белого ребенка Смерти молодой Матери Одного Маленького Африканского Мальчика Которого Которого Привели За жертвы Давида Исвеа Флад На 25-ю годовчину Свадьбы Херст Колледж Херст Колледж Подарил им Поездку Швецию Там Аги Пыталась найти Своего Настоящего Биологического Отца Теперь Старик Давид Флад Флад Женившись Во второй раз Родил еще Четверых Детей И предался Алкоголю И пьянству Недавно Он перенес Инсульт У него было Одно Правило В семье Никогда Не упоминай Имя Бога Потому что Бог забрал У меня Все После Эмоционального Воссоединения Со своими Исводными Братьями Исводной Сестрой Аги Подняла Тему Встречи Со своим Отцом Они Колебались Вы можете Поговорить С ним Ответили Они Хотя Он сейчас Очень болен Но вам Нужно Знать Что Всякий Раз Когда он Слышит Имя Бога Он Приходит В ярость Эги Нельзя Было Сдержать Она Вошла В убогую Квартиру С бутылками Из-под алкоголя Повсюду И подошла К 75-летнему Мужчине Лежавшему В грязной Кровати Папа Сказала Она Неуверенно Он Повернулся И начал Плакать Айна Сказал Он Я не хотел Тебя отдавать Все хорошо Папа Ответила Она Нежно Обнимая Его Бог Позаботился Обо мне Он Мгновенно Напрягся Слезы Прекратились Бог Забыл Всех Нас Наша Жизнь Была Такой Из-за Него Он Снова Пвернулся Лицом К стене Айга Погладила Его Лицо А затем Продолжила Папа У меня Есть Маленькая История Чтобы Рассказать Тебе Это Правда Вы Не Поехали В Конго Напрасно Мама Не Умерла Зря Маленький Мальчик Которого Вы Привели Господу Вырос Чтобы Всю Деревню Привезти К Иисусу Одно Семя Которое Вы Посадили Продолжало Расти Сегодня Шестьсот Африканских Людей Служат Господу Потому Что Вы Были Верны Зову Божьему В своей Жизни Папа Иисус Любит Тебя Он Тебя Не Оставлял Старик Повернулся И посмотрел В глаза Дочери Он Начал Говорить И К концу Дня Он Вернулся К Богу Спустя Хёрст Посетили Конференцию По Евангелизации В Лондоне Где Был Представлен Доклад От Народа Заира Бывшего Бельгийского Конга Руководитель Национальной Церкви Представляющей Около 110 Тысяч Крещённых Верующих Говорил О Распространении Евангелия В своём Народе Эгги Не могла Не спросить Его Потом Слышал Ли Он Когда Нибудь О Давиде И Свеа Флад Да Мадам Ответил Мужчина По-французски Это Была Свеа Флад Которая Привела Меня К Иисусу Я был Мальчиком Который Приносил Еду Твоим Родителям До Твоего Рождения Фактически По сей День Могила Вашей Матери Её Память Почитаются Всеми Нами Он Обнял Её В долгих Рыданиях Затем Он Продолжал Вы Должны Приехать В Африку Чтобы Увидеть Потому Что Ваша Мать Самый Известный В нашей Стране Человек Со Временем Именно Это Сделали Аги Хёрст И её Муж Их Превестовали Толпы Жителей Деревни Конечно Самым Драматичным Моментом Было То Что Пастор Сопровождал Аги Чтобы Увидеть Белый Крест Она Пустилась На колени Чтобы Помолиться И поблагодарить Бога Позже В тот же день В церкви Пастор Прочитал От Иоанна 12 24 Истина Истина Говорю Вам Если Пшеничное Зерно Пав Землю Не Умрёт То Останется Одно А Если Умрёт То Пронесёт Много Плода Затем Он Прочитал Абсалом 125 Пятый Стих Севшие Со Слезами Будут Пожинать С радостью Дорогие мои Цена Евангелия Высокая Иисус Он Заплатил Свою Жизнь За Это Но У Евангелия Есть Обетование Апостол Пётр Спросил Господи А нам То Что Будет Мы Всё Оставили Мы Последовали За Тобою Иисус Сказал Ему В ответ Истинно Говорю Тебе Нет Никого Кто Оставил Б Дом Братьев Сестёр Отца Мать Жену Детей Или земли Ради Меня И Евангелия И не получил бы Ныне во время Сие среди гонений Во сто Крат Более Домов И братьев И сестёр И отцов И матерей И детей И земель И земель А веки Грядущим Жизнь Вечную Иисус Сказал Нет Ни Одного Человека Который Обул Свои ноги В готовность Благовествовать Мир Который Не получил Бы Сто Крат Больше Есть Награда И есть Обетование Для всех Кто готов Послушать Иисуса Христа В другом месте Он говорит Подозвав народ С учениками Своими Сказал им Кто хочет Идти за Мною Отвергни себя Возьми Крест свой Следуй за Мною Ибо кто хочет Душу свою Изберечь Тот потеряет Ее А кто потеряет Душу свою Ради Меня И Евангелия Тот Сбережет Ее Дорогие мои Облекитесь Во все Оружие Божие И не говорите Это снаряжение Мне не нужно Возьмите И обувь Которая является Готовность Благовествовать Мир Оденьте Ее Идите В бой И несите Благую Весть Евангелия Царствия Всему миру Христос Обещал нам Что Евангелие Сие Евангелие Царствия Будет проповедана По всей Земле И тогда Только придет Конец Войны Войны Человек Человек Приходит Богу Если Нужно Благовествовать Благовествовать